всем большой привет с вами таня и я очень рада видеть вас на своем канале о вышивке сегодня будет очередное видео о моих процессах давно не было финиш и их тоже очень-очень жду надеюсь вы меня простите за то что я без конца показывал одни и те же работы но я очень надеюсь что в ближайшем будущем это изменится и уже в мае мы увидим эти процессы законченными завершенными и может быть даже что-то будет уже не просто завершенной работой но и оформленный вот но на сегодняшний день это все-таки еще процессы в которых есть продвижение который я активно вышиваю и я надеюсь вам будет интересно посмотреть что же мне получилось сделать и вышить за последнее время надеюсь вам это будет интересно надеюсь вы со мной хорошо проведете время желаю вам приятного просмотра что же предлагали через процесса который вы сейчас уже видите на своих экранах это один из тех процессов которые я планирую в ближайшее время закончить он у меня второй в очереди на финиш и напомню что это needle treasures вот так выглядит обложка от оригинального набора по которому я вышиваю это набор ритетный сейчас он не производится я конечно очень рада что у меня есть возможность его вышить очень нравится дизайн такой яркий насыщенный колоритный очень такой летний и вышивается он очень просто материал обложенный набор оставляет только самые лучшие положительные впечатления поэтому я в общем то абсолютно всем довольна и что мне появилось за последнее время вот эту часть я вышила видите здесь это на к 2 кажется очень большим большим таким участков то есть занимает она много места но роль играет то что здесь не полная зашивка да то есть как бы да на такой площади именно зашитых участков зашитых крестиков достаточно мало ну и плюс конечно же свою роль играет каунт основы это 27 линда соответственно крестики крупные вышиваешь немного результат получается сразу же видимый в отличие от 36 аккаунта на котором я вышиваю сейчас один из своих процессов я его все не показывать не буду потому что там продвижение минимальные вот и вот ощущение когда вышиваешь на мелком каунте вроде как вышиваешь вышиваешь как будто бы топчешься на одном и том же месте ничего не продвигается потому что такого визуального эффекта увеличения до работы не происходит здесь же совсем наоборот и вот немножечко вышел до даже посмотреть на эту веточку здесь совсем немного крестиков однако какое огромное пространство она занимает в общем то вот так это тоже добавляет такое знаете удовольствие и радости в процессе отшива в общем то все идет с удовольствием все идет приятно и не так много ему времени уделяю не так могу получается этому процессу времени уделять но главное что он продвигается и как бы остается в основных я его регулярно беру и вышиваю да потому что раз в неделю ну это стабильно в общем то мне пока очень нравится что получается да расскажу то что уже говорила ранее в других видео что я изменила рамку немножечко поменяла форму видите здесь на прямоугольная и сделав квадратные убрала какие-то элементы какие-то передвинула поменяла местами и в общем то такая немножечко меня свое видение так скажем мое поэтому получается не то что до представлены на превью но в некоторых моментах вы видите сходство есть то есть вот этот элемент я его немножко изменила убрал вот эти вот линии б когда их узелки оставила только веточки и цветочки с листиками вот он в принципе как располагался стран так он у меня и остался вот потом вот этот элемент он тоже видите находится здесь же но единственное что я его перевернула да то есть не с головой у меня получается в общем то как вы понимаете какие-то элементы даже стоят на тех же местах просто немножечко видоизменены вот не буду много времени уделять этому процессу потому что в общем то ничего нового добра как ничего нового новые элементы появились да но это все просто вышивка получится да мне будет просвечивать ну ладно вышивка крестиком и они дальше будут повторяться то есть тоже продолжится такие же веточки цветочные вот этот угол не надо закрыть ее наверх пойти туда вот ничего сложного очень приятный такой легкий процесс вот очень надеюсь что наверно вряд ли до конца апреля но в мае я точно его завершу в начале мая он мне будет готов следующий процесс который я также вышивала активно очень последнее время и вообще это бабочки клематисы от дима шинс процессу не хранится в таком конверте покажу давайте сначала превью ну я думаю что многие знают этот дизайн да вот что должно получиться как мы видим основная часть зашитого пространства приходится на верхней верхнюю половину дизайна здесь же уже больше остается чистой основы и некоторые элементы добавляются и вот как раз таки над верхней частью дизайна такой более плотно зашиваемый я и пусть так повернуть она и работала последнее время я этот процесс вам показывала наверно в марте еще в апреле я показывала до апреля было видео только прикладной вышивки вот в общем то в марте давид процесс у меня был показан и на тот момент у меня была готова здесь сейчас как раз таки не видно вот эта часть до полностью была вышита и я начинала вот здесь вышивать и в общем то ставила для себя целью дойти до верха ему это все выше практически выполнена я свою задачу я вышел основную часть вот эти вот крестиковый да вот эти четыре бутона и большую часть полу креста зашила этот угол у меня закрыт полностью то есть что так немножко что касается вот этого угла здесь так и остается не зашитым по схеме да по дизайну а вот здесь не как раз таки надо еще продолжить будет немножко подзашить тут немного крестиков осталось на до 200 точно не может около 100 даже и какая-то часть полукрестом давайте поближе покажу вот видно да что я сейчас работаю как раз вот над этими листочками свисающими даже вот эти листья они частично вышиваются крестом и большая часть но видимость поближе посмотрим здесь выполнена именно полукрестом вот этот листик да у меня вышит нужно фонда вышивать и вот этот добавить стекла стану остается только фон который выполняется полукрестом в общем-то работы тоже не сложно единственно надоедает вышивать долго вот но даже не так это чтобы надоедает вот когда за нее возьмешься она идет очень легко и приятно и то есть продвижение хорошие но почему-то каждый раз взяться за нее как-то не хватает вдохновения немножко приходится даже где-то через силу себя заставлять но потом все идет большим удовольствием с радостью и довольно быстро продвигается что касается зеленых оттенков как раз таки листва все эти элементы не вышиваться очень просто как-то вот так расположены крестики что именно в листиках идет очень очень быстро в бутонах до в лепестках цветов больше какая-то мешанина как-то располагается крестики так что это идет с меньшим удовольствием и больше занимает времени но все-таки ведь тоже все продвигается все возможно вышить ничего такого прям критично сложного конечно нет просто как-то вот больше времени занимает именно вышивка здесь красными розовыми оттенками ну и полукрест вышивается конечно очень легко и просто очень быстро покажу ближе мне очень нравится это у меня моника двадцать восьмой каунт все крестики такие видите аккуратненько и ровненько и конечно же я предлагаю немало усилий для этого я обязательно все рисую соблюдая некоторые свои принципы во время вышивки чтобы все получалось так аккуратненько и ровненько покажу вам все это поближе я результатом очень довольна очень мне нравится как получается я думаю когда появится бэкстич будет вообще просто невероятная красота вот надо еще хотела добавить возможно вы уже заметили при ближнем рассмотрении что где-то я вот здесь пропускала бывают какие-то такие одиночные крестики либо маленькие группки крестиков которые я в целях экономии времени сразу не вышивала хотелось вышивать большими какими-то участками большими группами крестиков вот но это естественно все это делаю сейчас у меня задача сегодня мне четверг и на этой неделе мне бы очень хотелось полностью завершить верхнюю часть что касается креста и полка заполнить все эти пропущенные участки закрыть второй угол до верхней все это зашить и перейти уже к нижней части хотя бы какую-то часть это действует то есть напомню что меня вот так и по моему выше то было уже выше да соответственно мне нужно сюда перейти здесь тоже покажу ближе не так много крестиков да то есть вот листики до зашиваются крестиком бабочка но это все-таки небольшие частки плюс повторюсь что зеленым цветом вышивается гораздо проще нежели чем розовым нежели чем бутоны цветов как-то так вот они сгруппированы эти цвета что идет быстро поэтому я думаю что здесь не так много времени не займете сегодня бутончик ну и как мы видим здесь не так много цветов использую есть должно быть тоже все быстро вот в бабочки чуть побольше мишенинки опять и ничего такого критичного поэтому я задача минимум на это эти выходные завершить верхнюю часть да но естественно перейти к низу на следующей неделе у меня будет тогда вышить крестики полукрестики снизу работу постирать и сделать полностью бэк здесь мне нужно обязательно постараться и в апреле данную работу завершить первой половине точнее так в первую неделю мая мне будет небольшой отпуск поэтому эту работу я вышивать не смогу я с собой возьму что-то маленькое и легко транспортируемая первозимая да естественно так у меня эта работа останется на этапе бэкстича а бэк я планирую делать уже на раме натягивает до что потом уже после стильки не заламывать пальцами вот так вот основы и крестики естественно это будет все на раме уже ну и ни в какую поездку с собой раму я естественно брать не собираюсь поэтому до моего отъезда мне бы хотелось эту работу завершить потому что когда я вернусь как раз таки приедут родители моего мужа для которых эта работа предназначена и хочется чтобы их приезда уже все было готово и мы с ними здесь вполне вероятно что мы здесь в петербурге с ним сходим в какую-то багетную мастерскую и подберем какое-то оформление не знаю еще не обсуждала с ними этот вопрос возможно они захотят отвезти работу в таком виде домой и уже там оформлять но я бы конечно хотела все-таки здесь выбрать багет какой-то и чтобы я сама эту работу здесь натянула вот ну это все будем обсуждать после главное заработать решить но мне кажется это вполне мне себе реально да то есть чтобы за неделю докончить вот это сделать баг в общем-то я в это верю и питаю надежду на это вот ну мне кажется хорошо продлилось да конечно же и много времени прошло спустя то видео до которые в котором я показывала данную работу но в условиях того что я не так много времени могу выделить на вышивку плюс я вышиваю паре несколько процессов конечно я в целом продвижениями своими довольна а вот что еще добавить но буду продолжать вышивать все что там останется до после отшива ниточки я все это вам потом покажу расскажу ну пока всего хватает нет ни один цвет у меня пока не вызвал никаких опасений и подозрений что он может закончится что чего-то может не хватить пока всего достаточно вот ну я надеюсь что в следующем видео в мае уже да я покажу вам какая-то так и предыдущую работу от недал тоже с уже готовыми вот так что вот так вот давайте перейдем дальше и еще один процесс который вам сегодня хочу показать это мой новый старт ведь ничего я пока не заканчиваю но однако не перестают начинать новые процессы ну что ж поделать хочется иногда пойти на поводу своих желаний сделать что-то приятное такое себе как раз таки в одном из предыдущих видео я показывал данный процесс что хочу начинать до мелкий кролик заяц не знаю я бы кролик за вот такой классный очень нравится нет дизайн тем что здесь очень-очень много разных техник разных шовчиков и это конечно же очень так вносит разнообразие в процесс и делать его более увлекательным и интересным сначала покажу начнут материалы да а потом вернемся и покажу что мне готовы на сегодняшний день в качестве органайзера я взяла вот такой деревянный тут тоже видите такой маленький кроличек очень симпатичный мы заказывала я его как-то на мере вышивки почти сзади меня ничего нет просто так вот нитки я значит сюда развесила видите и просто по порядку как они используются и в общем-то по названию цветов включения понимаю какой мне цвет нужно взять здесь как-то так вот не так скажем чтобы большое разнообразие да здесь еще как вы видите идет вот это у меня давайте откроем можно было не в общем то вот такая пуговица она нормальная довольно симпатичная я не вижу никаких таких прям критично каких-то недостатков симпатичная пуговка но получается так что я вряд ли буду использовать и в качестве основы как вы понимаете здесь была вот такая бумага темная цвета на такого коричневатого я на ней не вышиваю но бумагу я продала когда я показывал что я хочу вышивать данный процесс сказал что не буду использовать бумагу одна из моих зрительниц вам большой привет предложила мне эту бумагу меня купить но в общем-то я подала бумагу еще от этого еще одного наборчика мелхи и вышивая видите на бандре до 28 канта каш окрашенная группе равномерка на траве ну и теперь давайте посмотрим что мне получается так вот такой результат на сегодняшний день и как вы видите цвет основы очень отличается от того что было предложено в наборе я вам уже говорила еще прошлом видео что мне хочется видеть этого кролика именно чем-то светлым очень нежным таком весенним но никак не на такой вот темно-коричневой основе и в общем то вот надо бандре до повторюсь вот окрашенная в группе равномерка на траве и вот так это выглядит на сегодняшний день немножко я переживала так что будут сливаться но скажем так допускала такую возможность не то чтобы переживала но допускала такую возможность что будут сливаться и говорила что лучше пусть она сливается чем будет очень что то контрастные в общем-то видите все очень даже удачно сложилось все хорошо она очень деликатно и нежно но при этом не сливается и вот на сегодняшний день что у меня есть повторюсь что процесс очень увлекательность того что здесь используются разные разные техники не так много времени я уделил этому процессу не так много его вышивала честно говоря поначалу больше времени отразила на подбор количество сложений в которой я хочу вышивать дело в том что здесь все крестики идут в 3 нити стежки идут 4 в 6 нитей ну я что-то из этого заменяла например да я вышивала крестики вот здесь флотки зеленым цветом я попробовала вышивать в 3 нити мне не понравилось и я знала что я буду постоянно на этом зависать постоянно докапываться до ровности своих крестиков наверное знаете что я очень сильно в этом плане заморачиваюсь повторюсь да я все это рисую всегда собирая какие свои принципы вышивки чтобы крестики получались максимально ровными аккуратными так вот знаю что я буду все время мучиться того что мне не нравится выглядит крестик в 3 нити я решила все-таки вышивать все крестики в 2 нити соответственно его здесь в мордочке увидите здесь или чередование обычного крестика с болгарским крестом да покажу и так как я здесь решила вышивать крест в две нити вышивала я параллельно до одной ниткой и обычные кресты и болгарский смитно стечь я решила что он тоже будет две нити вот не знаю вроде бы симпатично но может быть все таки если бы я вышивала в 3 было более объемным было более пушисто что ли не знаю может быть было бы лучше но я переделать конечно здесь уже не буду потому что здесь и времени потрачено много на этот участок и очень много не так здесь ушло поэтому я оставлю уже так ну что в целом будет хорошо смотреться дальше вот мы если посмотрим на эту половину его тельца даю здесь тоже видите вот здесь идет чередование крестиков вот этим цветом и крюпом он называется и полукрест светло-зеленым здесь посмотреть этот они совпадают по цвету вот этот и этот она вышивается одним и тем же но в рамке все-таки я решил оставить их в 6 нити как это поключу я просто пробовала и в 6 пробовала и в 4 но все-таки поняла что здесь надо здесь как-то объем не в 4 как-то лысовато смотрелось а вот здесь чтобы это слишком сильно не контрастировала с крестиками двините все-таки здесь я делаю в 4 то есть в самом кролике этим зеленым вышивая в 4 ниточки рамку буду делать 6 при этом я беру не сразу 6 нити да вот посмотрите здесь бутвина секундочку я беру три ниточки складываю пополам так сфокусируется сейчас вот надеюсь видно понятно одной рукой сложно показать так вот я беру складываю ниточку пополам и как бы получается в итоге из трех получается 6 да вот если я когда я брала сразу шесть ниток до вставляла и у меня получается в свободном крае висели 6 ниток получается не так ровно все-таки за счет того что нитки натягиваются вот так на иголку крестики полукрестики ложатся они ложатся лучше и ровнее поэтому и здесь да где в 4 ниточки я брала 2 складывала пополам и оба свободных края крепил чтобы нитка натягивалась и вот здесь тоже абсолютно также я это вышивая вот здесь вот спинка у него до кролика тоже здесь в 2 нити вообще-то должен быть blend 2 плюс 1 но я решила сделать blend 1 плюс 1 а вот что еще а вот я сразу же решила пришивать бисер с бисером конечно все стало смотреться по-другому как-то все это веселее заиграла засверкала и как-то знаете поприятнее стала вышивать то есть изначально начала я вот с этого до участка мучилась сложением нет и потому что я и в 6 пыталась повторюсь сразу в 6 не пополам складывая 3 потом в 4 потом опять в 6 немножко думаю блин да я целый вечер потрясала на то чтобы подбирать сложение потом что-то лапу вышивать тоже то в 3 то в 2 то еще как-то и как-то но это выглядело не очень как-то грустненько скажем я не знаю каким словом писать это чувствую эту эмоцию как-то вот простовато все это смотрелось потом я вот сюда перешла в эту часть тоже вот эти полукресты с крестиком вышивала вот веселее стало на мордочке да когда мне появился смена сечены потом когда я решила уже добавить бисер вообще такое довольствие стала получать из процесса очень нравится очень так все увлекательно игриво занимательно дальше что еще вот смотрите видите здесь ушка здесь тоже вот этот шов шовчик да так скажем техника вышивается наклонно это не полукрест в одну клеточку а как бы из на две клеточки растянут очень интересный красивый эффект вязки до элемент мне нравится больше больше всего и здесь тоже он вышивается в 6 ниточек опять же я пошивала брала 3 складывала пополам вот и когда я вот я как раз вышел от элемент не показал что вот когда вышиваешь 6 он так объем это красиво может быть все таки мне здесь тоже надо было делать вот хотя бы смирно стечь в больше сложение ниточек но уже так сделала так оставлю здесь будет вот в этой части еще добавляться бисер других двух оттенков по моему синеватый и сиреневый тоже будет все блестеть сверкать будет красиво вот смотрите я сделала хвостик здесь тоже идет чередование болгарского креста и вот такого крестика из бисеров нижний стежок идет вот в таком направлении он выполняется из двух бисеринок а вот верхний в таком направлении да уже он выполняется из трех бисеринок получается верхняя посерединке встает между двух нижних очень интересный эффект классно в общем так и знаете но действительно процесс очень увлекательно все того что используется разные техники разные способы плюс я тебе еще его тоже добавляю интереса тем что пробую разное сложение нити по-разному вышивать вот пришлось повозиться но результат классный что-то я еще хотела добавить да вот по поводу пуговички я вам сказала что я скорее всего не буду использовать почему потому что она вы должна пришиваться где-то вот здесь и вы видите то есть ее как бы то ли получается видимо на бисер пришивать я думаю что ее не надо было здесь не вышивать бисером а вместо бисера вот в этом месте да пришить как раз таки пуговицу но я не обратила внимание вышивала просто по схеме как было по схеме заполнено все бисером и так и сделала теперь мне кажется сверху как-то она будет странно смотреться но возможно я все-таки ее отклею этой бумажки попробую посмотрю как это будет выглядеть может быть все таки пришлю здесь еще по превью этом посмотрим давайте поближе превью так видно да вот здесь тоже видите будет чередование полукреста и смирно стичны я думаю что здесь все-таки сохраню сложение такое которое предлагается в ключе не буду его уменьшать здесь тоже ведь в спинке много несколько разных оттенков бисера потом вот здесь ну и вот в рамке да здесь все используются стежки здесь я полностью все сохранил в 6 нити как здесь прилагать так и буду вышивать классный дизайн очень такой интересный мне кажется я очень угадался снова по крайней мере мне вот такой результат который получается меня очень очень нравится кажется симпатично хорошо формате наверно буду в ткань пока что я вижу это виде какой-то такой небольшой подушечки которая будет стоять у меня в рукодельном уголке на столе такая какая-то казнить потрогать по жмякать помять что-то такое декоративное а про бисер до бисеру изначально лежит так бисер везут покажу поближе в пакетике вот ведь много разных цветов здесь зеленый оранжевый это будет морковки выполняться в рамке розовеньким я вот вышивала уже синеньким темным белым да ну вообще бисер я держу покажу в такой вот не знаю как это называть в общем эта штучка была осталась у меня от конфет ферреры раши такие кругленькие вот они в таком подончики лежали и я уже не первый раз использую эту штучку для вышивки бисером здесь вот он весь перемешан раскладывать его в красивый органайзер который мне подарила алена как бы ну мне кажется лишняя работа то есть изначально если какой-то такой дизайн бисерный до набираешь сам не цвета бисер конечно симпатично разложить и очень предоставляет дополнительное удовольствие эстетическое от процесса когда все разложено когда вот он так перемешан сидеть и разбирать его конечно же не хотелось на это время тратить здесь на достаточно глубокая да видите плюс она легкая и держу в руке и вот так вот как бы одной рукой держу иголку цепляю бисеринку пришиваю опять беру и цепляю пришиваю в общем-то мне удобно видите он здесь перемешан я так просто нахожу нужные цвета вы цепляю беру конечно нужно куда-то это убирать всегда в сторонку чтобы никто не смахнул потому что рассыпать это очень легко но как правило я это все прячу а вот наверное все что я хотела сказать об этом дизайне мне очень нравится повторюсь да буду его заканчивать буду его доводить до конца и я думаю что также будет одним из майских финишей моих в следующий раз я думаю что покажу вам уже эту работу готовой думала я насчет того чтобы заменить эту надпись пока окончательно не решила думаю может либо что-то другое написать еще видела в контакте в отшивах этого дизайна здесь вышивали цветочки и цветочки были выполнены лэйзи дэйзи по-моему стебельки тоже были выполнены лэйзи дэйзи я подумаю мне общем то есть цветочкам понравилось у меня есть пластиковые пуговицы которые в принципе по размеру и по цвету сюда неплохо подходит возможно я пришлю просто несколько пуговичек этих пластиковых но они наверно не очень будут сочетаться вот с этой керамической и в общем то если я решу ее не использовать может и действительно фоне просто пришлю этих цветочков так вот ну в общем то наверно это все что я последнее время активно продвигала это все процессы в которых есть более-менее что показать буду продолжать вышивать и конечно с вами поделюсь готовыми работами ну чтобы немножечко разбавить видео процесса который вы уже не раз видели на моем канале я решила показать вам парочку наборчиков моих недавних приобретений небольшое пополнение моей коллекции на самом деле покупок было больше и это были в основном основы для вышивания ниточки анкор я покупала так как в планах есть много дизайнов от 100 ниткой которые я планирую вышивать как раз нитками анкор немножко ткани для шитья подкупала ну в общем то что находила по старым ценам да то старалась взять ну конечно же не только данной цены ориентировалась но и на то насколько это мне нужно и сколько мне это нравится понятно а вот думаю что основу просто так смотреть не интересно я их покупала по принципу что мне больше нравится что у меня чаще используется не под какие-то конкретные дизайны просто наиболее ходовые у меня цвета поэтому думаю что смотреть это не так интересно показывать сегодня такие такого рода покупки я не буду а вот наборчики давайте посмотрим и предлагаю начать из такого малыша дименшинс let's fly away очень такой нежный очаровательный дизайн красного весенний летний приятные такие яркие светлые оттенки используются в общем-то наверняка я уже как-то говорила своих видео более ранних что есть мечта покататься на воздушном шаре и в общем я надеюсь что она когда-нибудь исполнится конечно понимая что для того чтобы исполнять мечты нужно действовать да но я решила подкрепить свои действия а еще мыслями да и поспособствовать исполнению мечты с помощью вышивки тематического процесса так что буду вышивать буду мечтать и надеюсь что моя мечта обязательно когда-нибудь исполнится здесь в качестве основам предлагается аида восемнадцатого аккаунта цвет айвори и вот такие светлые летние оттенки зеленый розовый голубой не так много цветов до как-то и бывает обычно в небольших наборах такая палитра думаю что в этом году я уже данный наборчик начать не успею но мне хотелось бы наверное стеки не откладывать его надолго в свои запасы хотелось бы наверно в следующем году приступить к нему не так часто я вижу его отшивы но все-таки встречай и жизни конечно получается гораздо интереснее и симпатичнее нежели это показано нам на превью вот а второй наборчик наверное будет удивлением для некоторых или может быть для большинства моих зрителей это вот такой набор лука с пейзаж с пейзажами у меня такие интересные отношения я их покупаю они мне очень нравится но я их не вышиваю здесь я когда-нибудь это изменится я начну их не только покупать на и вышивать очень мне нравится вообще пейзажи да и особенно этот я так понимаю что это новинка двадцать первого года я не очень-то слежу за новинками производителей вот но так как здесь написано 2021 то я полагаю что наверно это этот набор был этот дизайн был выпущен в прошлом году посмотрите какой он яркий красивый конечно же я не смогла пройти мимо каждый раз когда я его где-то видела я думаю как же мне нравится и как же я наверно хочу его себе купить в общем-то все время откладывала опять же по причине того что как-то руки всегда не доходят для того чтобы какой-то пейзаж на часть вышивать на и вышить в конце концов поэтому я сомневалась но в итоге решила что раз он мне очень нравится чтобы потом не жалеть что я его вовремя не купила вовремя не взяла такой опыт у меня уже есть когда я что-то не купила потом это оказалось снятым с производства и теперь это нигде не найти и в общем то что последствия нику за токтей решил ладно раз мне нравится раз когда я каждый раз когда его вижу я у меня возникает желание его вышить и иметь в себя то наверное стоит его взять в общем то здесь такой мне кажется изображен ранний вечер после такого яркого знойного жаркого дня очень красивые здесь маки на переднем плане очень красивое красочное небо кажется солнышко уже садится и вы где-то здесь она уже взяла ножнички здесь нами нужно переднем плане на не попадает и как будто бы вот здесь уже есть какая-то тень на а вот задний план ближе к дому дом еще озарен солнцем уходящим да вот ну очень такой очень атмосферный пейзаж получился мне очень нравится когда я на него смотрела вы на картинку мне казалось что в основном тут используются красные и зеленые оттенки то есть два цвета которые я явно видела но каково было мое удивление когда мне пришел наборчик и конечно же его открыла это первый набор большой на в моей коллекции от лука с не было очень интересно посмотреть я вообще но я видимо молодцы стыжу за этим но я не встречала раньше наборов именно в коробочках лука и у них в пакетиках все в пластиковых да а нет смотрите тут коробка тут очень много листов схемы в качестве основы предлагается аида 18 каунта она такая разлинованная и вот хочу посмотреть вместе с вами ниточки потому что конечно же тут гораздо гораздо более многоцветная палитра нежели просто зеленый и красный а как раз таки зеленых и красных тут не так уж и много мне кажется в основном здесь много очень коричневых оттенков и серых да вот опять же тут есть и фиолетовые здесь да они используются в листве на в кустах вот очень много коричневых посмотрите сколько их на и красных как раз таки не так уж и много в общем то вот очень много разных оттенков разных цветов здесь я буду вышивать этот процесс с удовольствием с интересом здесь полностью я так понимаю полно абсолютно зашивка по привью я не увидела никаких пропущенных мест основы да и все вышивается полностью крестом то есть тут из техник увидим видимо привью что тут будет крест когда канва аида от свайгард 18 каунт и ниточки здесь анкор 60 цветов уровень 4 из 5 итоговый результат будет 45 на 34 сантиметра общем то такой немаленький достаточно пейзаж но я люблю красные оттенки хотя здесь их не так уже много как оказалось я люблю полную зашивку я люблю вышивать именно крестиком и в общем то я думаю что я получу огромное удовольствие в процессе вышивки есть у меня даже идеи куда бы я могла эту работу оформить и повесить и я думаю что там она будет смотреться очень даже хорошо но все таки я понимаю что вряд ли я возьму в работу эту вышивку ближайшие годы наверно когда-нибудь попозже потом но я уверена что всему свое время и обязательно этот процесс тоже у меня будет вышит и будет радовать меня своей красотой вот наверное на этом сегодня все я надеюсь с удовольствием со мной провели время повышевали позанимались может каким-то другим рукоделием и творчеством может быть просто попили со мной чаек в общем то в любом случае спасибо вам большое что заглядываете на мой канал проводится на время я вам желаю всего самого доброго всего самого хорошего всем нам мира всем нам тепла и всем нам добра все до скорых встреч моих новых видео пока пока